Салютики, друзья! Как ваши дела? Смотрите, у нас целый день сегодня пасмурно, противно, холодно. Отсюда даже не видно и не передать всю картину. А если с другой стороны выйти, да, вообще грязь такая. Бе! Хорошо, что мне никуда не надо. Утром проснулись. Как всегда, в 6.30 детей разбудила, кроме Артёма. Они молодцы, сами себе сделали завтрак, с собой завтрак упаковали. Я просто контролировала, чтоб движение шло. Чтоб, знаете, не из телефонов засели, а движение шло. Вот, и всё в порядке. Всё отлично прошло. Вчера мы рано с Сашей уснули, потом в час носки якс разбудил, что-то ему в туалет захотелось. И ни мне не спалось ни Саша, бедный. Я не знаю, как он потом пошёл на работу. Ну, и вот сейчас днем немножечко вздремнули. Снежит вам, да? Надо перевернуть камеру. Вот так чуть получше. Чувствую себя всё лучше, но обезболиваю ещё всё равно. Ещё немножечко пью. Ну, есть в голове какая-то дурь ещё. Знаете, какая интересная тема? Вот я разговариваю странно. И уже, наверное, не от того, что у меня болит горло. Оно болит не постоянно, а периодически чуть-чуть. Как при ангине. А тут такой момент, что у меня неполноценно тут что-то работает. Саша мне говорит, что ты так странно, когда разговариваешь? Как-то странно ротом шевелишь. А это не всегда вообще разговаривать нормально. А если начинаю улыбаться, либо смеяться, смеяться вообще тяжело. Всё перекошенное. То есть видно из-за того, что у меня вот здесь вот нечувствительная часть лица. Не знаю, может здесь языком что-то ещё. Понятия не имею, я не могу понять до конца. Из-за этого, соответственно, и разговор тоже совсем другой. Как знаете, когда от зубного выйдешь после заморозки и немножечко вот так вот не совсем контролируешь, да, как говоришь. Вот у меня такое ощущение до сих пор. И очень надеюсь, что такое не останется. Не, ну, конечно, это лучше, чем быть больной или вообще не быть. Лучше уж так. Ну, хотелось бы, конечно, чтоб наладилось. Вот, завалила себе чаёк сейчас. Я сегодня уже и бульончика выпила прилично, и сока чуток попила. Соком, правда, погорячилось, он был немножко кисловатый. Сначала я попила так, начала резать горло, разбавила. Потом с водичкой, с водичкой было хорошо. Знаете, ну, витаминов ради тоже, чтобы что-то в организме появлялось. Саша, смеюсь, видишь, говорю, я себя так забивала шоколадными сладостями перед операцией, а потом хоп, и сахар как сильно упал. Что-то Татьяна таки не дозабивала. Не дозабила себя шоколадными сладостями. Так вот, сейчас сижу, и знаете, шоколадку хочется. У меня была небольшая, мама приносила, я ей уже всё рассосала. Мама приносила ей большую, но я ей усиленно её отпихнула обратно, сказала, что не-не-не. Об этом подумала, какая хорошая была идея. Ну, когда вот у меня сахар тогда упал, да? Кусочек шоколадки рассосать. Это же милое дело. Вот. И сейчас Саша поедет за Милана, он аллогопеда. И я хочу какой-то фрукт. Ну, не знаю, какой. Вчера банан мне не сильно пошёл, хотя вроде уже слишком мягкий был и всё. Ну, как-то вот он то ли крахмазовый, то ли что, не знаю, как сказать, но немножечко застревал неприятно в горле. Мандарины, которые я люблю, тоже мне сейчас не вариант. Ананас не вариант, я люблю его на нас. Чернику мою обожаемую сейчас тоже не вариант. Я думаю, я думаю, Саша, может быть, купю фурмы. Можно шкурочку снять. И просто измельчить её в блендере, ложечкой кушать. Вот это будет кайф, наверное. Он захотел, влизал, там была зелёная, горячая, сдает другой магазин. Вот. А ещё я себе черемой заказала, но, к сожалению, только через неделю придёт. Вот сейчас бы, если бы вода была бы спеленькой, её бы выковырить, косточки выковырить. Я думаю, что хорошо бы пошла. Ну да ладно. А, вот Саша собирается. Буся, фурму. Шоколадку. Пористую. И? И печеньки. Как называется? Хрен его знает. Буттеркексы, правильно. Вот, я подумала, что я хочу печеньки такие, которые вот как буттеркекс, да? Я их в чай буду макать, они будут стоянутся мягенькие. Я надеюсь, что они будут хорошо проглатываться. Что-то прям такого уже хочется, знаете, хочется. Душа хочет. Вчера вечером ещё дёнера хотелось. Ну, рыбку съела, и то хорошо. Слава богу. Я заберу, куда машину заберу, да? А, надо было Артёма тогда попросить сходить. Это долго, я сейчас хочу, уже сижу, мечтаю. Как прошёл твой логопец? Хорошо. Хорошо? А что ты в тонкой куртке ездила? Такой дубак на улице. Вот что левая рука чешется. Саш, почеши скорее. О, на себя надо чесать левую, на себя. Чеши её на меня, на меня. На меня. Как это? Ну вот чеши. Нет, сейчас на себя чешешь, а ты чеши на меня. Как на себя? На маму, вот так. Да, вот так. Папа знает, что надо на маму деньги чесать. Ладно, я поехал в машину. А купили мне, что я просила? Ладно, дай маму, чтобы купить. Так быстро, молодцы. Прям всё купили, что мне просила. Вот у мамы обед будет шикарный. Мама, они тоже знаете. Тоже? Фортана, вот тебе. Ты же не знаешь, с чего начать. У них чай ещё не осталось. Наверное, начну со сладкого. А потом уже хурмой займусь. На ужин будет хурма. Так, в печеньке шоколадка всё хорошо зашло. Хурму порезала, не стала шкурку снимать. Интересно, этот блендер потянет, либо всё-таки в сот приложить. Наверное, в том было бы разумнее, да? Да. 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 В любом случае, в том было бы быстрее. Я думаю, может быть, надо было бы в этом. Тебя было меньше порезать. Ну ладно, да. Как-то не села в больницу и взяла с собой. Ну это естественно. И вот эта взяла с собой тоже с протеином. Ты такие сможешь покупать мелкие или у тебя ещё меньше? Давай ещё чуть-чуть. Блин, из-за того, что она немножко тёрная была, цвет не очень аппетитный. Но я думаю, на вкус должно быть ничего. Люди же понравится больше времени так делать сейчас. Вкусно. Вот так и получилось. Вкусно, кстати. Сейчас выпущаем потихонечку наслаждаться. Видите? У меня жизнь заиграла новыми красками. Когда бы я ещё такое ела бы? Нам Сашина мама купила электрическую мантоварку. Мантышница? Как она называется? Что-то пароварка, по-моему. Ну да, но так она сказала, что это вот. Надо ещё с чем-то зацепить. Подожди. Просто как один из вариантов приготовления, это можно сделать манты, которые мы никогда в жизни ещё не делали. И теперь Саша говорит, что он хочет манты. Попробовать. Попробовать. А я знаете, что хочу? А я хочу. Уже со вчерашнего дня ещё мне так захотелось. Вафельный тот, который со сгущёнкой варёный. Такой, который хорошо-хорошо пропитался. И как только я могу его есть, я сделаю. Да, обязательно. Прям пипец, как хочу. Навернёмся к мантам. Да, к мантам. У меня к вам вопрос к знающим людям. Я знаю, многие из вас умеют и делают. Скажите, пельменное тесто подходит? Просто у меня есть хороший рецепт пельменного теста. И мне кажется, что суть, в принципе, та же самая. И если не подходит, если не подходит, тогда напишите хороший проверенный рецепт. именно для теста, для мантов. Для мант. Не склоняется. И мы будем делать их с тыквой и с мясом сразу. Это вкусно. Володя так делает, с тыквой и с мясом. Можно рыбу на пару. Но на гриле вкуснее. Да. И на сковородке тоже. И на сковородке. Когда желудок не позволяет, здоровье. Может быть, в моем случае там уже как-то. Но жареное мы любим больше. И на горилле мы просто обожаем. Итак, посмотрим. Ху я с ху. Вспомнила два слова английских, которые знала. Давайте что, и славим? Нет, надо инструкцию смотреть не выдумывать. Русским людям инструкция ни к чему. Сюда, я так понимаю, вода заливается. Сюда эта штука надевается. Видно, можно воду заливать. Одинственный нюанс. У меня абсолютно негде все это хранить. На кухне настолько мало места. А, ну вот, смотри. Видишь, туда воду налил? Она по чуть-чуть подается. Ну и вот так вот ты, ребята, тут стоишь, да? Туда она подается-то? Как-то мне не дает, что-то все из пластика. Кто же об этом подумал? Пластик, конечно, не так полезно, как могло бы быть. Все равно какие-то испарения. А, один, два, три написано. Сейчас вот здесь что-то другого вставляется, если надо, я так понимаю. Надо протестировать. Ну, сейчас уже я не буду тестировать. Ну и крышечка. И как понять, что они готовы? Тесто поменяет цвет, да? Про спельмени они всплывают. А манты они не всплывают. По запаху. В общем, как только будем в фит и в форме, Саша будет готовить манты. Нет. Вместе со мной. Ну, это уже лучше звучит. Это само собой, разумеется. Это все есть. Саша же не нанимался, да? Как-то заворачивай. Да не заворачивай. Так на полкухни. Хотя бы не так тщательно. Подожди, а как они были хорошо так сложены? А как я теперь так сложена? О, сейчас. Да, блин. Не, не, это нормально, логично. Я одна в другую. Короче, жду от вас мнения. Готовите ли рецепт для пельменей? Для теста? Да не мнения, а пишите конкретно, какое тесто надо делать. Просто напишите, что да, подходит. Для меня это будет очень легко и хорошо. А что-то новое пробовать с тестом, мне будет сложнее. Да. Короче, переходит на здоровое питание. Невкусно, а на здоровое. Почему манты не вкусно? Не, на манты вкусно, но рыба не вкусно, а на пару. Ну, это знаешь, к чему привыкнешь. Будем с тобой пенсионерами здоровье будет проводить. Будем с тобой есть, будем ползеть. Ничто не сравнится с поджаристой корочкой рыбки, блин, это, конечно. Ну, скажем, вот в Икее, когда берешь большую порцию, вот эту вот фрикадель, кидам пюре, и там кладут вот эту фасоль стручковую зеленую. Она у них на пару приготовленная, обалденная, вкусная. Я всегда все съедаю. Да. Это пока ты не начал сама. Теперь не помещается. Там же ты в ресторане кушаешь. Понимаешь, на то это тоже блюдо дома, в ресторане там по-разному заходит. Да, тут сфера, она тоже, конечно, важна. Ну и все, теперь она не помещается замечательно. Распаковала зря только. Еще картонка вот эта там была. Инспекция. Пипец. И вчера правильно подметили, я вчера Тимура не показала. Сейчас я вам его покажу. Ну, просто кто не знаком с нашей семьей, я вчера собак показала, остальных детей показала, мужа моего вы видели, а среднего дитя не видели. Он мне все время такой милый, любезный, весь такой обходительный, очень внимательный к маме с папой. Но как он меня вчера встретил? Да-да, я расскажу, с вашего позволения. Что так? Я пришла вчера с больницы, значит, Артем в дверях с Миланой, все, собаки все поцеловались, пообнимались, я пошла в комнату, полежала, вышла уже, поспала, наверное. Я говорю, Тимура, я говорю, ты с мамой не хочешь поздороваться? Ой, а ты уже приехала? А он в свое время сидел в наушниках, играл в PlayStation, он даже не заметил, как я мимо вот так вот обогнула и прошла. Концентрация вещь какая. Концентрация, это самое главное. Первое, у меня была концентрация в бою, второе, мне сперва, потому что у мамы очень сильно голос изменился, я подумала, что это какая-нибудь Ома, потому что по голосу, когда ты в наушниках, реально похожа, поэтому я как бы не предала по-моему самому. А что с умой выйти поздороваться? Ладно, проехали. Концентрация в бою, вот это весь мой аргумент, короче. Короче, Тимур сделал выводы. Но сегодня он нас очень сильно с Сашей порадовал, он принес хорошую оценку. Тимур, два? Два и один. Твоечник. Твоечник. Написано. Ты хорошо учил. Как это переводится? Ты хорошо учил. Да. Видимо, не так хорошо, чтобы на один, да? Но все равно хорошо. Там небольшая, я написала 60 градусов вроде, а там было 57 градусов. Такая рубашка. Кто не в курсе, в Германии лучшая оценка это один. Поэтому я и не двоечник. И вторая, а тут стоит оценка, а вот тоже написано. Кто не в курсе, в Германии двоечники это хорошо живут. Это хорошие ребята, А здесь Тимурка получил единицу. Написано тоже торгию. Видишь, здесь торгию, а там написано что? Духас торгию. Ну видишь-ка, Духас это тварь. Там, там просто ты хорошо учил, а здесь хорошо учил. Ду, Духаст. Духаст, Мик. Ты, Духаст, это вообще когда мы с тобой песни пели. Я помню, мы когда с Сашей жили в Риге, и что-то она стреляла купить себе хорошую музыкальную, там, как это называлось, музыкальный центр. А, с караоке. С караоке. Голос у меня не только сейчас хреновый. Я по жизни не певица, я вам честно скажу. Ну так, видите-то. Не, ну голос ты красивый. Красивый, но не петь. Петь, это не мой конек. А пить? Пить тоже нет. А это? Ну так, ну дите-то, да. Ну так вот, мы с Сашей пели. Ну Саша нормально пил, конечно, ну и меня терпел, молодец. Я тогда, может, еще и пел, сейчас-то уже нет. Про дальнобой, все к этому знают, лучше всех. И мы там, ну спой про дальнобойщика. Саша, все знают. Ну куплетик. Спой, Светик, не стыдись. Я еще в моем состоянии могу улыбаться и говорить, перестань, В пути, Саша в дальнобойщик. Саша, угомонись. Я к чему хотела? Там был целый каталог, там дофига было, да, всяких песен? Я просто был дальнобойщиком тогда. Да. Начинающим. Да. И там было несколько песен немецких. Вот именно Рамштайн был Духаст, и еще какая-то, тоже Рамштайн какая-то, нет еще? Ну, не знаю, не помню. И мы тоже их пели. Ну, почему пели? А, я пел этого Меладзе, у меня была любимая песня, я пел Спокойная ночь, по-моему, Нет, Ночь на конуне Рождества. Или мой Скрип колеса. Нет. Ты знаешь? Ты знаешь, что песня Скрип колеса? Ну, я долго думала, что это скрип колеса. Вот так и есть. Нет, значит, я наоборот думала, что это скрипка. Скрип колеса, ты думала? Да, что скрипка лиса. Ну, думаю, странная ассоциация, но, видимо, так вот у человека. А потом, как-то уже с Сашей мы так разговаривали, и он мне прям глаза открыл, что это скрип колеса. И Саша попросил эту песню включить у Алисы, а у тебя, оказывается, даже не миладзе. Сейчас я еще раз открыла глаза. Видишь, как? Как обладать? Не дайся, не дайся, не дайся. Не дайся. Ой, Мелана пришла с магазина. Да уже давно. Да уже давно. Что купила наша дочь? Рисовые лапли, машины. Ты за хозлов? Нет, она свои ходила тратить. Это она на 1 евро купила? Полтора у нее было. И бутылки она сдала, и батарейки я просила купить. А, лампочки убежите? Вот. Я думала бы сюда вставить. Возьмешь? Вставишь, Мелана? А мне когда? А, машинку эту? А, в елочку. А машинку? А машинку. А мне когда на комнату повешат с батарейками? Здесь тоже не горит, по-моему, да, нормально? Ты говорила, ты купишь мне. Она еле-еле что-то неживая какая-то. А мне когда? Хотела в елочку? Ну, давай тебе ставим, ладно, чтобы еще купим. Да мне же не принципиально. Тебе вставим и тебе вставим. Неси, куда тебе нужно. Ну и все, друзья, мы собираемся спать. Вот такие звуки на фоне. А компоновку. Она притащила косточку в спальню. Булка нас свиночка ждет? Может, ее как-то это... Все, друзья, с вами прощаемся до завтра, всех обнимаем. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.